в церковь, нету правильного вхождения в церковь. Так точно и еретики. Они вроде бы живой Бог, там, Евангелие и так далее, но зато они не принимают его последователей Христа. И у них тоже все застопорилось, вот так. Православные застопорились на вере, на вере к священному писанию, прям, живого Бога. Нету живого Бога, они, каноны, они не нужны, они старые. Это мед, я погулял на улице сейчас. Медкий завет очень древний, там, он тоже... А зачем чай? Ну, новый завет еще, да. Липа, да, листья липы, и солодки запряжай. А еретики, наоборот, священно-писание, Христос. Ну, а апостолы там, ну, они когда-то жили, да, но они уж не живы, они мертвые, чем мы их вспоминать. Вот такие вот дела, то есть, и куда ни кинь-клин оказался. Хотя спасение от иудеев, то есть, спасение от православия. Ну, как найти это? В духе истине поклоняться надо живому Богу, при живых его святых и славных на небесах. Вот состояние иудеев, да, в первой главе Исаии описывается хорошо. Никита тут сбросил. Да, конечно. Можно даже зачитать. Ведение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в Аднеозии и Афама, Ахаза, языки и царей юбейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что возбить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахнуло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щель Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, подобились Богоморье. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморовский. К чему мне множество жертв ваших? К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туков откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицем мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа моя. Они бремят для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. И в устах Господни говорят. Ну, на этом закончу. А можно я вместо описания к своей этой... Ну, кирайте, что ли? Да, 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 конечно, давай. Вот первое местописание, это о том, что евреи не подчинились до конца Господу Богу при горе Синай. Это послание к евреям, 12 глава. С 18 стиха я вот прочту просто. Хотя тут можно и все тут прочесть. Ну, это ладно. Вы приступили не к горе, осезаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним воли не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. «Но вы приступили к горе Сиону». Понятно? А они стоят у горе Синая. А апостол Павел говорит, «Нет, но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судей всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета, и фрусу, и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Ну вот тут как раз и дальше к собору Сытых. Вот так. Любят они тех, наверное. Она любит, когда тех подвижки зарабатываешь. Я думаю, если бы сегодня вышли наши иерархи, просто самого на это прочитали, а потом сказали, при этом и... Аминь. Я думаю, многие бы расплакались. Ну, в основном беснование было бы. Триди слушателей. Я бы расплакался точно. Сегодня абсолютно везде упор делается на необходимость крещения. Но проходит оно без всякой подготовки. Это комментарий Игнатих. Феофилак же что-то показывает, что проповедь ведет и к отпущению грехов, и к окрещению Христову. Следующее толкование. И выходили к нему вся страна иудейская иерусамляне, и крестились от него все в реке в Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах свое, и ел акриды и дикий мед. Толкование. Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея. Теперь же скажем только о том, что там опущено. Именно что Иоанновая одежда была знамением сетования. И пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача. Кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. Равно пище Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным в горе, но опять упадающим долу. Ибо с саранча, акрита, есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками. Но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением. Хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. То есть говорится об иудеях, а все до единой буквы относится. Писание здесь во множество, в том числе над ними, не трудились над ними, над Писаниями. Игнатий Тихонович не мог не дать комментарий. Эти последние слова блаженного толкователя сказаны прямо о православных, какими они были во все века. Запад не породил высотой доли ересей, как православный Восток. Вся причина только в одном, что не вкушали мед Писания и не трудились над исследованием Библии. И искали ответа прямо от Господа в слове Божьем. Как в древнем Израиле слово Божие было утеряно, и только случайно нашли его сборщики денег глубоко в ящике под слоем мусора, так и у нас слово Божие скрыто под человеческими вымыслами. И народ оставлен глуждать и неподготовленным подходить к лже-крещению или совсем уходить в ереси. Второе про Липоменон 34.14. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. То есть закон Господень был оставлен. Все, ну они же что-то совершали, священодействие какое-то, что-то делали. Делали, видимо, делали по собственному разумению, по своим человеческим учениям, а не по тому, как написано у Господа. Даже Пасху не праздновали. Даже Пасху не праздновали. Просто забыли. Кстати, сейчас иудеев Пасха, она, это второстепенный праздник. Интересно. Да, вот так. И прочитаем последнее тогда, у нас одна минута осталась. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, разъязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Я, говорит, не достоин быть даже самым последним рабом его, который бы разрешил ремень, то есть узел на ремне обуви его. Понимает, впрочем, и так, что все приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные. А у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у него и не нашелся его ремня, то есть греха. Время Игнатия Тихоновича. Можете задавать вопросы братьям. Я буду говорить, а что меня выключат, вы знаете, что меня вырубают. Слушаю. Боюсь даже не выключить. Продолжение того, что мы прочли вопрос. Различие крещений. Расскажите, пожалуйста, вот Моисей крестил, потом, что там, какие вот прообразы есть. Иоанн крестил, какая разница, сегодня крестят нас. Когда апостол Павел говорит, что крестились в облаке при Моисее, то по сегодняшней, любой бы сказал, крещением, это Павел назвал, никто его не назвал крещением, то есть погружением на дно моря. И поэтому слово крещение тут имеет только тот смысл, что пришли посуху. Ну и, видимо, какие-то брызги были, или туман шел. То есть верою в Моисея. И они должны были отстать от египетских грехов. Вся трудность заключалась в том, чтобы их привлечь к новому Богу Иегове. Бог сотворил, и, допустим, вот все хорошо, все хорошо. Да как же может быть нечистое животное? В мир блюд, он очень дружен там, и жвачка есть, а копыт они раздвоены, свинья, столько сала у них, копыт они раздвоены, а жвачки нету. И так, говорит, стеснил их Господь, чтобы стесненные они ничего не могли есть, кроме того, что разрешено. А что разрешено, это национальный Бог был, вол, едущий траву, бык. Они по неволе, любя масса, мясо и шашлыки, они должны были резать быка, к которому, как в Индии, даже близко нельзя было подойти. В Индии, в Бомбее, было так, садится самолет, там 270 человек, а на аэродроме ходят коровы, как они прошли, там загородка дальше была, и их прогнать нельзя. И служитель, аэропорта скорее поехал зверинец, и там как-то они расшелудили льва, чтобы он взревел, и он записал на магнитофонную пленку, а они после, а самолет летает над городом, 270 человек рискуют потерять жизнь. И тогда включили громко через транзисторы, коровы хвосты подняли и убежали. Львиный рев. Если корова зашла к нему в палатку, где он торгует зеленью, он не имеет права ее ударить, отогнать. Он может крещать, плакать, и все, последнее у него, ребятишки с голоду помирают, но ударе по морде, это корова, нельзя, это священная корова. И вот стиснутые условиями, что можно, нельзя, поневоле начали резать этих богов, в кавычках. Вот как. И поэтому они крестились в Моисея, веру в того, что он им сказал. Другого бога нет, все остальное идолы, приносящие им жертву, приносящие жертву бесам, Павел разъяснил. Первым разобрались. Второе крещение Иоаннов, оно не могло дать покаяние. Покаяние было? Что нам делать? Он говорил. А прощались грехи? Нет. Грех омывает только кровь Иисуса Христа. Давайте наизусть заучим. Первое Иоанна 1.7. Считай кто-нибудь. Первое Иоанна 1.7. По счастьям. Там три счастья в одном предложении. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот как. Для того, чтобы кровь очищала, впереди два условия. Первое. Ходить нужно во свете свято, чисто. Будьте святы, как Бог свят. И второе. Иметь общение. Вот у нас общение. Здесь интернетное сообщество. А то, что в отдельную келью где-то он забился или столбник на столе стоит, замерзает, специально крышу убрал, чтобы замерзнуть. Это садизм самый настоящий. Нигде этого нету. Нигде. Идите по всему миру. И как это надо было придумать, строить стены из кирпича. Мандры. Мандра, стена. А главное, над ней будут архимандры. Архимандрит. Начальник над стеною. И когда считал я все уставы, какие можно было достать, это ужас. Это гулаг. Это освенцем. Ни одной посылки получить нельзя. Его два года готовят, чтобы за зону вывезти из-за монастыря. И там он мог под присмотром уже работать. А некоторые только ждали этого момента. И они тогда бежали. И тот, кто должен был смотреть за ними, старший какой там с хи, архи, это горе ему было. Этот грех, что убежал от тебя подопечный, ни в семь веке, ни в будущем не простится. И вот какое крещение давал Иоанн? Покаяние. Покаяние, которое указывало на Христа. Я не достоин развязать ремень и обуви. То есть я не могу понять, что будет с его смертью. Обувь это из шкуры мертвых животных делалось. Я не понимаю смерти. А смерти Христа то один только раз сказано было. 53 глава пророка Исаии. Вот это крещение подводило вплотную ко Христу. Идет за мною сильнейший меня. Я в воде погружаю, крещу, а он будет погружать вас в Духа Святого. Вот сейчас скажи 50-тикам, они все погруженные, то есть бесноватые. Скажи православных, никогда не слышали, а батюшка мазал елеем. Ну и что мазал? А бывает архиерей, как лукавый, бойный, и цинецкий. Забыл, что он епископ-то. Дождя же епископ. Можно в руки возложить, Дух Святой сойдет. Вот сошел он хоть одного. Его биографии не написано. Что это такое Дух Святой? Огненные языки. То есть, какой бы ты ни был скромняга, какой бы ты ни был девственник, тебе Бог покажет путь, на котором будут только плененные. Будут рыбы попадать тебе. Посылаю вас ловцы человеческие. Вот что такое второе крещение дает. Крещение во имя Отца и Сына Святого Духа. 2.38 говорит, и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения. И Деяние 22.16 говорит, Савлу, который покаялся, в покаянии крещение-то дается-то, а у него не так. И говорит, встань, крестись, и омой грехи твои, омой. Баня покипытия, как Павел говорит. Баня будущего века. Вот это мы видим уже третье и четвертое крещение. О чем говорит, перейдем мы Павел, говорит, к другим вопросам. Это все детская пища. Это крещение Духом Святым. Я вот сколько, 45 лет директор детского лагеря, тысячи детей, взрослых прошли передо мною. Я не просто так, а я там время все проводил. Я практически ни одного человека не встретил. А были похожие близко, были такие, но сказать, что именно так, он или не может владеть собою, или что-то, его обличили, или тронули, там буря до неба. Воспитатели такие были, священники приезжали, говорили. Рожденный от Бога, он мыслит духовно, а рожденный уже от Духа Святого, крещения погрузившийся, для него рассуждение никакой роли уже не значит. Он рассуждает на молитве, он получает дар, когда буквально все перед ним трясется. У него будет тысячи врагов со всех сторон, а тот свой канал, если его никто не трогает, как так не трогает? Я, вы меня считаете, что там, я нигде никого не трогаю, как будто-то, только роликов насчитали кто-то, 260, а сколько выступают и говорят, это конца края нету. Каждый день минимум 20 человек на меня кидается. И что это законно? Законно. Гнали меня, будут гнать и вас. Это рожденная Духа, все время проповедующая, его ничем нельзя, ему уста засмолить, будет там рядом священники, архиереи, будут там моряки рядом с ним или под водой, ему разницы нету. Он в космическом центре будет проповедовать и в тюрьме, и в ШИЗО. Уста ему невозможно засмолить. Почему? Потому что Дух Святой переполняет, он погружен в него. Вот об этом надо ревновать. А не так, что слово сказали, а где Лемеш? А где Авраам? Какая-то вера-то. Баба что-то сказала и все смылился. Ну ладно, выгнала, бить нельзя, ее тебя посадят. Ну дальше ты бы усилил, только от храма не отходил. Пост усилил, бы брод не брал по неделе ничего. Ничего этого нету. Все уже переместилось ниже пояса. Главная страсть. А подчревная страсть укращается черевной. Сначала заморей его и как вот невинной пруденцией просчитать у Лескова Николая Семеновича. Ну кто не считал, прочитайте. Как раз об этом. Некоторые только вот были у меня здесь только жениться, жениться, подобрать невесту, жениться. Но сегодня время-то такое, даже думать-то об этом нельзя. Блаженность черева не носившие, сосы не питавшие. Юринальная юстиция отбирает. Только во Франции уже 3,5 миллиона отобрали детей. Кому ты за минутное удовольствие теперь как тебя будут преследовать, высчитывать у тебя все это. Да как что, не жениться надо? Павел говорит, желаю, чтобы все были как я. А женитесь, мне жаль вас, и будут скорби по плоти. По плоти. Родить-то не могут. Инвалидов рождают. И будут рождать чудовищ, как в третьей книге Езра говорится. Вот эти вот отсюда идут маньяки, убийцы, блудники. Достоевский говорит, это 1861 год, десятилетие и уже развратные. Десятилетие и уже развратные. Дважды повторяют. А сегодня до шестого класса еще не доучилось, и он называет на вторую букву алфавита. Вот так. Игнать Тихонович, а вопрос такой. Вот Иоанн Хреститель в пустыне, и к нему приходят фарисеи. Это мы читаем Евангелие Таана, первая глава, 24-25 стих. И посланы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, ни пророк. То есть я правильно понимаю, что у них было такое представление, что это либо будет Спаситель крестить Мессия непосредственно, либо его предтеча, но имеется в виду Илья, почему они спросили, потому что Илья явится вот уже перед вторым пришествием. Или как-то еще они понимали, почему они с таким вопросом к нему подходят. Да потому что так научены были, как сегодня православные. А как же нам говорят, что Илья придет, он пришел, да вы его не узнали. А почему? Тот бежал от Изавеля, а этот от Иродиады. И дальше сравнивать крещение, грехи трудно прощаются. Нужно наплакать столько слез, сколько было воды в купеле. Поэтому сегодня купели-то и нету, и слез нету. И как, так и понимали, они под гроб залазили, а его там кто приходил, там пресвитер, хочет крестить, а тот из-под гроба отвечает, Павел говорит, что делает крестящиеся для мертвых? Вот пояснение-то какое было. Это при Павле было, это Павел говорит, он даже это не опровергает. Вот так. И поэтому сколько у православных заблуждений. Самое простое, прах ты и в прах возвратишься. Но если это выполнить одно, это еще в раю сказано, ты прах и в прах возвратишься. Не в антиминцы, не в крестовики, не в мощи поклоняться будут, раскапывать, обмывать, люди хватают эту воду, куда, говорит, пьют и что угодно делают. Я не видел это, но так, а отзывы такие. Почему не захоронить? Я сколько говорил, везде и всюду изъять мощи с патриархом и где-то там под храмом Христа Спасителем в самом святом месте похоронить. В прах и в прах. Тут толковать ничего не надо. А вот они нетленные. А у греков только границу переходят, у них наоборот тление считается за святость. Если раскопали, вот через три года не тлеют грешник еще ему, а нет, то в море бросать. А тут нетление. Да, вот тут сотлели у него, пальчики отвалились. Ну, какое же это нетление? Нетление у буддистов. У него кровь пульсирует 300 лет назад умершему. Которые там люди говорят, такая энергетика в пещеру войти невозможно. Ну, вот и поэтому перечислять все ошибки нельзя. Просто надо посмотреть на православных. В своем роде это копия. Копия со Христом не встретились, такая же торговля. Раз в храме торговля, значит, Христос еще туда не приходил. Простое, понятное дело. Так что, брат Николай, тут надо вникнуть православное сегодня. Вот смотри, у нас были люди, которым понравилось, торговли нет, с тарелкой не ходят, свечи чистые, восковые, полный порядок. Проходит время, уходит. Ну, куда уходит? А я перехожу в московскую патриархию. Туда нельзя переходить, это проходной двор. Переходить можно в мусульманство. Что значит переходить? Там какие-то правила там пятикратный намаз, обрезать. А здесь ничего не надо, лишь бы дверь перешагнул и деньги отдал. То есть хуже нас, кажется, никого нету. Вот тогда будет покаяние. Полное окончательно. Мы погибшие. И надежда только на Христа, что он что-то сделает, все остальное разбросает, лживых этих пастырей выгонит, побьет их опять, как в 37-м году. Кто бы думал, что опять начнут храм, храм, храм. Ну, кончилось, дали свободу. Вот мы воспользовались свободой по полной программе. Я в Барнауле живу. Нет места, где мне не пришлось проповедовать. Четыре университета, институты, во всех я вел занятия. 13 школ тянул регулярно. Тюрьма 3700 человек. Прокуратура районная, краевая, больские части всего края, все фабрики и заводы. Это все моя аудитория. И три радиопрограммы еженедельно радиотелевидения. Одна онлайн была, часовая. Даже ответить на тысячи вопросов по эпиру отвечал. А у меня образования-то никакого, ни гуманитарного, ни религиозного. Техник, строитель ваннских зданий. Тихнарь. Почему? А попы бросили все силы, чтобы меня задушить. В газетах печатают даже, кто такой Лапкин. И там всякими словами люди погружаются. Это как праздник Нептуна. Священнослужитель это пишет. Погружать это праздник Нептуна. Они богохульники. Они хулят Духа Святого. Они в аду, горят уже все. И ничего нельзя сделать. А почему? А я не смотрел на это. Молился, начитывал. В 80-е годы почти 50 томов книг насчитал. А почему? Дух Святой Огонь. Вот 20-е главу когда считаешь, вот кто хочет просчитай. И Иеремия 20-е глава с 19-го стиха или там прочитайте. С какого стиха? 20-я глава? Да, 20-я по-моему глава сколько там? С 9-го попробуйте. И подумал я. Не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих. Ну вот кто-нибудь про себя скажите, я буду вставки делать. Было у тебя такое или нет? Мы намертво запретили вам говорить. Я уже сижу, уже приговоренный. Меня везут на самых страшных этапах. Тюрьма за тюрьмой меняется. И везде обращаются люди. И в пути под конвоем. И военные. Господь касается всех сердец. А мне намертво запретили. Мы тебя отсюда не выпустим. Пока по кусочкам не разнесем. Я думал не буду говорить. Но уже огонь 50 Иисуса шел. И дальше я истомился удерживая его и не мог. Это признак крещения Духом Святым. Проверить как. Это не просто так. Это огонь в костях моих. И не мог. И дальше что? И я слышал толки многих угрозы вокруг. Заявите говорили они и мы сделаем донос. У меня донос родственники близкие люди доносы пишут доносы. Вся доносы он ездил в прокуратуру на меня жаловаться. И чем закончилось он внезапно ни одной минуты Бог не дал на покаяние. Бог убил его. Я все это узнаю потом только. Но он перед этим в дороге меня увидел из машины выбежал на дороге на трассе и поклонился в ноги попросил прощения. Да будет благословен этот камень. Вы поняли что я сказал камень? То есть такое имя ему. Дальше. Все живущие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть говорят он попадется и мы одолеем его отомстим ему. Вот это моя биография. Нынче только суд был меня под суд сдали. Уголовная статья. Но кончилось ничем нуль. и они мечутся и мечутся. А почему? У него выпала такая роль. Я только молюсь о них прости им безумие их. Они не знают что худо творят. Они обезумели. Очень похоже что похурили Духа Святого. Возврата нет. А у меня столько друзей. У них никого нету. Никого свои рядом. Вот здесь сделаем донос. У меня был донос. Не смоткнется ли они этой ждут? Которые знания. А тут были некоторые. Николай знает. Ходили. И что? Ничего терпеть надо и радоваться. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Тогнали пророков бывших прежде вас. Вспомните это последнее девятое блаженство на горе Господней. Девять блаженств. Еще? Но со мною Господь как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно постромятся потому что поступали неразумно. Постромление будет вечное. Никогда не забудется. Никогда и вечное. То есть они уходят беспокаянные. Когда меня судили на меня прокурор как смотрел. Вот. Так Яков Иванович кажется Мордовин такие брови как у Брежнева. А я ну как сказать до решеткой. Эти решетки в то время мне не ставили. Там в суде. И он смотрит на меня прям ну прокурор. Говорят еще мало. Говорят прокурор давай. То есть его задача посадить. Я ему говорю Лехов Иванович ну не злитесь на меня. Давайте по хорошему расстанемся. У вас уже на столе бумажка лежит. Там написано меня судить на такой срок. Вы по бумажке же делаете. Это не по совести не по закону. Я еще не вернулся из тюрьмы он уже умер. Следователь который у меня первый раз арестовывал принял крещение полным погружением. Второй который был который посадил меня я не знаю 51 год что ли было ему какой-то гайморит да что заболеть гайморит оказывается умер а я живу как наш отец говорил передохли а я живу почему а тут говорится вот это глава это самый любимый мой пророк это про меня написано а почему вы запоминаете потому что это про меня это моя биография в буквальном смысле вот так теперь к себе примеряй другого тебе не желаю чтобы вот такое у тебя было почему возводит на небо в новозаветном духе чтобы этот огонь у тебя горел все дела какое кажется тебе не сделать сделаешь ты с тобой господь дорогой мой я когда вот показываю что пришлось сделать но за 8 с половиной лет 38 томов книг вышло набор то делал сам в пейджмейкере сам работал и фотошоп и фотошоп даже я изучил в то время пока меня не высадили оттуда и это невозможно книга то 752 странички корректоры были 38 томов это каждый год там 4 сколько взять вот ну 4 с половиной книги выходило каждый год это считать и то ты не успеешь у меня на сон уходило не больше двух с половиной часов и бог сдал здоровье даже костры были вот пятницы на костер не ходил несколько лет купаться хотя бы за это никак не могу у меня время нет разговаривать некогда пару слов я убегаю домой и вот господь позволил издать и лежать на столе приезжал человек который сделал стол а книг еще не было и когда получилось 38 книг положил на стол они заняли только с одного края на три пальца кромочки осталось вот как он мог это сделать а он и знать не знал что будет и я не знал я не знал когда книги кончатся я внезапно оборвал и все сколько 12 лет не пишу стихотворение а стихов 4 тома по 800 страниц этого никогда в мире не было и каждое стихотворение 36 строчек 9 куплетов эпиграф из Библии почему Дух Святой это все благодать моего там ничего нету сохранились черновики и ни одной помарки в стихах нету ни одной а это вот продает бумага 500 листов это 7 пащек одна на другой еще сверху карандашом снизу наверху записано 7 полных пащек и это все во время когда писал книги плюс это это все невообразимо что Бог дает почему Дух Святой не я Павел говорит а благодать Божия со мною на меня сколько там покушения все угрозы подбрасывали я с воришками занимался они поезда грабили а родители знали что я с ними беседу они ко мне тайно приходили с подарками награбили винограду и прям подъезд забили вот это биография так что начинайте хлопцы трудиться свидетельствовать каждый день вот был Иоанн Милостивый и он всегда садился как настоятель монастыря садился у входа и всех приглашал и один день и говорит заплакал говорит меня Господь забыл всего только 300 человек было 300 а ежедневно кормил 3000 3000 вот как а который человек потерявший совесть он скажет да как это не его труды ему дали мало что дали оно уже его он не делает он гадит святых ему разницы никакой нет а почему потому что веры никакой нет похудел духа святого и у меня прозвище им чужой он чужой везде но может покаяться не знаю признаков никаких нету я говорю я вижу тут люди которые у нас были они это все видели и знают и при том это тебе в радость мне неоднократно говорят а чему вы радуете все время а я не могу удержать радость господи сколько ты дал мне сколько новых друзей вы здесь вот стоите все готовим пересдать трехтомник Николай так убивается там Вячеслав на контроле держит там Кондратюк там Ксения как ее по мере жаровали как-то там вот и все работают все вот что я вам поясняю по этим стихам все Николай понял аминь аминь Николай знает аминь от аминь надо каждую минуту доберечь я говорил когда пришлось цифровать начитанные мной 50 томов книг в 80-е еще годы размноженные может быть сотни или тысячи экземпляров то мне приходилось так вот первый день я на работу ушло 16 часов на следующие 17 и так до последнего дня последние 24 часа хожу по комнате дойду поворачиваться повернусь стою не могу понять где я нахожусь и было закончено примерно за неделю оцифровка всего что у меня было и теперь это все стоит на нашем сайте когда льва толстого что-то спросили там относительно женского вопроса он говорит я был неукротим как у пушкина сейчас статья пришла 113 любовниц александра сергеевича ни одной кухарки не пропускал как этот королев корабли запускал Сергей Павлович вопросы надо неукротимым быть проповеди чтоб тебя никто не мог задержать внутри меня в костях моих огонь разлитый вот это языки Духа Святого сошли в первый же день вечером я уже всюду везде говорил на корабле когда суши зашел на корабль который на ряде стоял и к утру весь караван кораблей знали Лапкин сошел с ума вот характеристика только был я член судового комитета учусь так нужна моя профессия большим авторитетом у персонала в один сейчас все характеристики сожгли и показали другое и что они вытолкнули меня пришлось идти на стройку а если бы я остался ну где-то может во время шторм потонул бы уже тем более думал выучить за границу уйдет корабль я уйду с него и не вернусь а господь знал никуда ты не вернешься я тебя за решеткой буду прятать как жена потифара хотела Иосифа погубить а начальник то его в тюрьму упек златоуз говорит он сделал для того чтобы спасти от нее чтобы не отравила так что тюрьма это не самое плохое вопросов что-то там хуже тюрьмы плен плен самое страшное плен истинно так брат не война а плен так говорят святые отцы я в плену не был но близко к этому был в других странах где ты никакой с тобой что угодно сделают нас тоже кое-где посчитали что мы лазутчики это было в Германии там может быть в Швеции вот я уж не говорю про мусульманские страны про Азербайджан про Турцию но нас нигде не заключали поговорят и благословят я помню я помню как вы рассказывали историю я так и до сих пор не понял где она произошла и когда что вы какого-то пленного или какого-то военного нашли то ли раненого то ли еще что-то что-то такое было его там помогли ему и куда-то спрятали перевезли мусульманина искали Игнатий Тихонович спрятал его меня ругают за это вы с мусульманами схлестнулись то другое да мусульмане относятся ко мне хорошо остановка наша была не остановка а как называют пересадка где мы там отдыхали это в Азербайджане город Баку умулы умулы и вместе ходили в мечеть молиться я там молился и какая там была обстановка я кое-что говорю ничего до конца не буду говорить считай не бывшая вот мы малину берем в старом саду ну и вперед там проходим разбредаемся а до этого только спрашивали я их видел когда пас какие-то кавказской внешности целая машина проехала и они где-то проехали что-то сделали то ли взорвали или что может быть другого края по нашему ехали ну и говорят там схватили и двоих не нашли а дорога-то шла сюда и я как-то это подхожу к малине-то а там шевельнулась веточка я глянул лежит человек лежит человек и в руке у него оружие я понял я говорю представьте что я все это выдумываю вот как бы я поступил я говорю вы раненые я вас не трону я христианин показал как я молюсь а он немножко знает по-русски я говорю сейчас темняться буду чтобы не показать дважды по малину не ходят я приду здесь у меня лекарства есть и все сделаем как надо ну конечно он боялся вот ну и пришли а у нас тут дня через три мы уже выезжаем и выезжаем в том направлении я узнал где дайте слово что вы с сегодняшнего дня не возьмете в руки оружие я постараюсь вас завести в ваш вашу ограду завести прямо в Чечне ну вообрази как это то ребят а у нас стоят ящики с книгами моими тонна на каждую библиотеку два ящика ну коробки картонные 31 килограмм если выставить книги мои в ряд метр сорок занимают а я везу сразу может быть там 100 экземпляров ну сколько 30 там ну надо просто посмотреть это тонна груза и мы его за это с собой собака где нужно дам останавливаемся в лесополосах в вечернее время мы все трое одинаковые и вот мы приезжаем туда он дал обещание больше никогда оружие не возьмет в руки ну и так не возьмет тут его схватят его пристрелят но представь какое отношение родителей ко мне его мое у бога все вымерено и мы где были молились если мы молимся и мусульмане рядом и они молятся если у дороги делается работа ремонтная работа мы молимся им нас видно они прекращают работать видите как у меня дедушка еще такой был с мусульманами знался через нашу деревню они проезжали ну мусульмане они такие казахи ну их никто не принимал басурмане басурмане а он имел пчел у него три сына было Макари Пиларет Эммануил и моя мама и он их привещал они у него кормили лошадей отдыхали он их чем-то снабжал и уезжали но ему коснулось однажды быть в их ауле он не знал где они ничего они его с телеги стащили и по улу по улу несли на руках и кричали что это тот человек который нас там примещал у меня еще одино может это наследственное у меня с мусульманами ну везде хорошее отношение просто хорошее так они еще уверовали да есть которые уверовали есть полукровки которые там у кого-то дед бабка может были они не на другого вышли на меня почему это уже бога спрашивать надо как я молился в Азербайджане зашли они вдоль стенки сидят у них отдых после двух намазов и мальчик один там лет 7 а я зашел у них надо разуваться разулся носки рваны я их носки снял босиком его жена мулы меня привела говорит а мне туда нельзя у нас отдельная там собирается ну я зашел а у них купол я под куполом встал давал крести поклоны отбивать вот щенок просчитал кажется и головой в землю как они точно так же встал и замер и там молитвы считал а я гляжу они такие суровые воины я когда поднялся на ноги они вокруг меня кольца в три стоят когда я стал с ними разговаривать они по плечу рукой бьют ну как дружески а я то там учился вот кончил то-то учился в Санкт-Петербурге то есть как будто я мусульманин и они со мной вместе вот это реально все а почему если пути человеку угодны Господу Соломон говорит он владыка неба и земли и врагов его примеряет с ним так все всегда вот и другие не примеряются он примеряет они не примеряются а он и этих врагов пытается примирить у меня биография сплошняком это где-то я не вижу гладыщуки Лена говорит у вас этих примеров конца края нету но примеры своей жизни они легко запоминаются они просто оригинальные мне сегодня говорили тут как вы могли туда ну как в армии служил и пошел записывать в легионеры где-то в Алжире воевали а тогда Советский Союз им помогал и я пошел записать а говорят зачем чтобы улучшить французский язык я на разных языках занимался в армии ну ничего дурнее это нельзя придумать но я не скрываю эту глупость свою безразмерную как поет Высоцкий безрассудную ну это мою когда его два красивых охранника из Сибири в Сибирь повезли какую бы тему ни взял меня Бог там провел уже ну вот скажите вы найдите мне директора детского лагеря который он сам составил особый устав в котором есть физическое наказание в уставе говорится и чтобы сооружение где дети будут отдыхать спать кухня все было построено верующими от государства ни рубля я директор без смены 45 лет ну еще найдите где-то такое никто не получает зарплаты волонтеры врач освещение идет батюшка приезжает это 475 роликов лагеря снято зарядите детский лагерь там и гладь и лапки напишите я вот говорю что ну найдите еще где-нибудь не просто где-то за всю мировую историю ведь там нет такого не было и это быть не может и строк этот и все остальное говорит свой устав порядок строжайшая дисциплина не обзывается ничего представьте узнала про нас из Лондона директор Кэстонского института Ксения Деннон созвонилась со Станкина ей дали Юрия сопровождающего и привезли к нам в лагерь Станфстепина на возной куче что может быть круче она была здесь очень мне полюбилась она до того она хорошая большую статью написала вернулась маленькая такая светленькая видно что русская чистый разговор и потом написала мне и половину не сказали что я там узнала это цариса Савская про Соломона сказала видишь как я сижу на месте а у меня гости вот сегодня мы познакомили с парой которые из Ливана как они связи то нету с Ливаном и они сначала в Египет а с Египтом есть и оттуда тогда только на Москву и вот они приняли крещение он где-то там еще принял в Москве у отца Кирилла а она здесь и сегодня они были познакомились пока обустраивается то есть Усть-Пристонском районе а ее родина там была Елена звать вот так ну кому кто приезжал чтобы бросить сын Дубаи там где-то рядом у них ну кто сегодня был у нас на собрании они выставят вот может к утру выставят и вы это увидите это Бог делает так Бог а другой рядом был готовился к крещению внезапно исчез то и другое посещает чтоб скорбел и радовался иначе веса переклонят в одну сторону Карима Михаил как там мама ваша Татьяна слышно меня никак она еще не расстается со своим искусством да нет не расстается но она не то что это она постоянно этим занимается она вот есть у нее и как бы это но сейчас я вижу что слава Христу она меняется мы помним потому что она прям мы же вместе молимся да да благодарю Александр Шлоков вот ему сказал сегодня он не нарушил я сказал ты если примут тебя ни звука ни буквы ничего не пиши потому что беснование просто так не лещится а великим смирением постому молитвой Игнать Тихоныч а я вот хотел спросить а может у нее как-нибудь этот выкрасить тетрадку что сделать ну может у нее как-нибудь выкрасить эту тетрадку выкинуть и сжечь ну чтобы она отдала сама желательно и сжечь я работал когда как работал то это проповедовал во Фрунзе теперь Бишкек называется Киргизия и там два священника Владимир Цветков он целебат и Игумен Леонид ну я проповедовал и они обратились уверовали из священников священники уверовали православные этого не понимают как так и он тогда вышел к народу и стали каяться перед народом что мы только себя показывали а не Христа из бабок которые ворожат там лечат никого не прищищать пока все бумажки не отдадите они там принесли там больше полметра у него пачка ее сожгли и только на последние недели Великого Поста стал исповедовать и прищищать кого кто достоин был это дело непростое это большой труд кстати говоря Ирина Гришина тоже из-за этого в том числе пострадала там кто-то у них ворожит и она тяжелое положение тяжелое положение она больше видимо с Вячеславом знает это и она наберется добра оттуда когда иногда Вячеслав мне ее письма перекидывает молимся тех кто против нее против нее самый смердящий самый безбожный а сатанелый союз это миссионерство миссионерские отделы нельзя создать это противники божии вы не найдете нигде ни в Библии ни у святых отцов команда два человека двенадцать апостолов по два семьдесят ты послал их по два семьдесят по тридцать пять Кирилл и Мефодий сколько их двое Моисей и Арон сколько двое откуда они взяли миссионерские отделы зарасписываются деньги получают на любого кидаться будут главное у них Бог это Дворкин на одно один из тех которые нападают на других я мог бы назвать их но вы сами догадаетесь из города Новосибирска ну и там фотографии сняли с молодыми людьми этот священник и ну какое-то плохое дело там делают и и меня один пишет вот такое-то обнаружили что он такой-то такой-то с молодежью так-то так-то а я исповедовался теперь даже глядеть не хочу что мне делать что бы что бы вы ответили я даю на размышления вам несколько секунд к вам написали такое письмо люди которые знают что вы знаете Библию что вы им ответите кто знает быстро говорите ну дайте голос то что можно было бы ответить этим молодым людям которые а он в миссионерском отделе руководитель вот в чем дело который в любой момент бросится на меня как бы как бы какой ответ дали молодым людям о тем которые сфотографировали его там полусумрачным говорите еще я бы дал ответ чтобы чтобы на Гату не открывали эту ну на Гату он у него исповедовался вы это не забывайте как теперь мне быть он спрашивает главный вопрос вот в чем а это все опубликовали в газетах уже все тайны никакой нету ну а думать некогда кто знает кто первый ступил из людей на Луну дебунов может молчал не говорил он все знает ну отвечайте кто первый ступил на Луну Армстронг говорят как его звать было Нил по-моему Нил Нил Амстронг Арм рука Стронг сильная сильная рука его считали превыше всех космонавтов говорит когда у нас отдых есть 4 часа тренируется потом сейчас отдых а он не ходил на отдых он непрерывно рычагами двигал глаза зажмурит двигает всякие ситуации когда будут моды садиться на Луну а если там нельзя и там нужно было сделать десятки с лишним движений думать некогда было на самой большой скорости секунды и все так и случилось он там был и где садились там валуны оказались ему то что он делал все это сделал в Америке говорит там волна инфарктов кажется человека три умер у телевизора и он посадил его я к чему это говорю надо работать до филигранности он мне написал я не один мы у него причащались что теперь нам делать Николай давай Михаил все Игорь Вячеслав отвечайте мой ответ с вашим сойдется или нет я ситуацию до конца не знаю так что я ничего не отвечаю так хорошо так я сказал тоже понял установку вы не отвечаете я отвечаю можете молчать теперь сверять себя вы боялись ответить чтобы вас не обвинили что вы неправильно не надо этого бояться мы все под Богом я говорю сделайте так не ходите к нему сердце ваше не расположено но и не распространяйте знают знают вот виду ему не подавайте а сами помаленьку узнавайте так ли это и когда вы узнаете у вас будет такая же такое же отношение как у меня он этого не делал а почему мой брат с ним учился в семинарии вместе и он говорит хороший и я против него он против меня ни разу не выступил и когда вы узнаете что не так и вы сами себя настроили против теперь пойдите к нему на исповедь покайтесь что же сказали сделали попросите прощения и больше от него ни на шаг не отходите вот мой ответ сходится с вашим отличный ответ у нас типа такого было с отцом павлом в тогуле да да ну вот там у вас то то голода нет это нашей татьяна ее кажется звать было татьяна павла да она жива только муж умер поклоны передает постоянно передавайте там все ну вот такое дело надо смотреть в будущее вопросы да уже 40 минут давайте расходиться а то сейчас молиться будем выбирайте кто там я выбираю сейчас посмотрю кто не ушел у кого зелененький огонек так минутку андрей малахов здесь не понял нету подключиться сразу не удается зависает ладно нет это нету вот ну тут кому-то запрещено я гляжу кому-то можно дать не просто так вот я вижу тут троих и всем запрещено а они здесь находятся так Ольга Симоненко здесь нету а Ольга Богдановская тоже нету так Любовь Нашивкина Ездор Аташов вот пропоют когда достойно потом кратко молитву совершите с благодарением в конце Святой Троицы и Аминь и кто согласен говорите Аминь молитва делается вашей во имя Отца и Сына и Ситого Духа достойно есть якова истину блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слова родшую сущую Богородицу Тя величая Господь Бог наш Владыка неба и земли благодарим Тебя за братьев за мужей что Ты нас собираешь хотя многое время для нас Господи привнешь нас не приведи новых людей привнешь церковь Твою и не остави нас Господи да будет но наша Твоя святая воля Тебе слава возносит Отцу и Сыну и Святому Духу и мы не пресли во веки веков Аминь 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 Слава Иисусу Христу!